А доброго здоровичка всем зашедшим на канал Макс Джуньор! Наши герои путем хитрых манипуляций с мышами, бутылками да всяческими ключами, покинули таки темницу ростовскую. А по темным кругам под глазами видно, что отпускать их оттуда не больно, то хотели. Идя логическими рассуждениями, пришли к выводу с осуждениями в адрес ведуна, советы дающего, из агента, возможно, сейчас от Гребущего. Одним словом, серьезно настроились машины, но не ожидали вот такой вот чертовщины. Где он? Где этот старый обманщик? Сейчас мы его мигом к ответу притянем. Тихон, глянь, борода-то фальшивая. Да, дела. Сбежал ведуна. Смотри, Тихон, сундук-то прыгает. Да, видать, не пустой. Вот за что люблю эту парочку, так ехать за догадливостью. А еще забережное обращение с чужой собственностью. Другой бы воспользовался силушкой богатырской, и разобрал бы я этот сундук на опилки мелкие. Но не таков, Алексей. Пол дня потеряет, но найдет, что я этот сундук отбирает. Ох, затейник ведун, какой замок хитрый придумал. Голова моргает, в разные стороны глазками стреляет, но сундук не отпирает. Нет, в борт нам нельзя. Нас там накл посадят. Да, накл вам, друзья, ну никак нельзя. Все же вы главный герой сего повествования. И еще не завершили своего начинания. А что, Алексей, ежели оба глаза вниз направили? Хоть обиентой морде скромный взгляд удастся справить. Где этот мошенник проклятый? Вы, дедушка... Кто? Как кто? Я ведун, предсказатель земли русской. А кто ж тогда тот? Ну, этот. Так это сам Тугарин змей был. Это он меня в ящик упрятал, а сам мной прикинулся, чтоб ему и калось до самой смерти. Так получается, что он специально все подстроил. С золотом, с пещерой, с камнем. Да, провел он нас. Что ж теперь делать-то будем, а? Золото народное вернуть бы надо. Без золота нам в Ростов никак нельзя возвращаться. Это верно. Заклюют вас ростовские. Как пить дать заклюют. Ты, богатырь, вот что сделай. Ты к Светогору пойди. Он Светогор, богатырь известный, былинный. И наверняка знает, где Тугарина искать. Так что, сынок, ступай прямиком в чертов лес к Светогору. Спасибо, батюшка. Ну надо так надо, пойдем, мужички. Ты куда пошел? Нет, в город нам нельзя. Нас там на кол посадят. Вот ты ж богатырь, сама очевидность. А тем временем в городе... Далече собралась ягодка. Эх, Тугарин, не знал ты с кем связался. А то под золотом вмиг отказался. Шли, Алеша Попович и дед Тихон. Шли, покуда до скелета моста не дошли. Ну что, Тихон, как быть-то? А бес его знает. Давай пошукаем вокруг, может, что и найдем. А шо тут ошукать да бороду чесать? Забор надо, но разбирать. И пока местный Алексей занят делом интеллектуальным, разбором забора профессиональным, и попутным возведением моста я не для красного зловца напомню про подписку на канал наш уникальный. Конечно, от благодарности в виде пальца вверх не откажусь и на теме колокольчика отдельно остановлюсь. Колокольчик звонит. Не стесняемся. За каналом Макс Джуниор следим. Наслаждаемся. Долго сказка сказывается. Да только мост не шибко быстро собирается. Раз дущечка, два дущечка. Быстро только в песенке. А на деле видим, что мосту строения никак не входит в богатырское обучение. И вот что я вам скажу удивительно. Дед Тихон затаился. Ни слова не молвит. Быть может, чего-то боится. Ни разду какую сморозить. Или, быть может, просто устал языком туда-сюда и уложит. А ли он в этом деле специалист совсем аковый. И не сталкивался никогда с такими строительными размахами. Но, тем не менее, дело у лечения потихоньку сборится. И доски в заборе сейчас совсем уж закончатся. Ну, Тихон. Собрал я мост. Тебе проверять. С виду надежный. Ладно уж, попробую. Ай-яй-яй. Как нехорошо-то получилось. Пожилого человека отправил крепость моста проверять. Мне ж-то не страшно такого товарища потерять. Эх, что за чудо чудное да диво дивное. Посреди леса к композитору музыканты сидят. На инструментах бренчат. И героев наших вообще замечать не хотят. Да и, честно говоря, играют-то так себе. Особой красоты мелодии не слыхать. Было бы от чего зазнаваться. И общением с гостями гнушаться. Да только, зачем эти музыканты в нашей истории появились. И как они Алексею потом пригодились. Узнаете, друзья, уже в следующей нашей истории. А пока, чтобы не потеряться, желательно подписаться. Жмите палец вверх и будет вам счастье. А сделайте репост, обойдут вас всяческие напасти. До новой встречи на канале Макс Джуниор.